Перед поездкой в Тихвин мы побывали на тренировке нашей команды, как нам кажется, мы в том числе стали хорошей приметой, ведь была одержана столь важная и нужная победа. Решили мы побывать на тренировке Томи и перед игрой с Тюменью. Безусловно, победы важные, добыты в упорной борьбе, влияют положительно на эмоции игроков и тренеров. А у Валерия Кузьмича непомнящего был двойной повод для радости. Несколько дней тому назад у него родилась правнучка, с чем мы его и поздравили. Однако, все же разговор с главным тренером Томи, конечно же, прежде всего шел о футболе. Что касается победы над Тосно, признаюсь, я очень доволен по многим причинам. Во-первых, мы архиплохо начали старт, проиграв команде, которая на вылет, не выиграв у команды, которая рядышком в таблице. И не просто проиграв, а не показав никакую игру. И вдруг в игре против Тосно мы сыграли достойно. Нельзя научиться или изучиться играть за неделю, за две. Тосно сейчас команда, которая реально представляет серьезную силу. Если сравнивать Тосно первого круга и сейчас, просто на порядок лучше играет команда, и хорошо укомплектована, и хорошо играет. И тем более важно, что мы именно вот у такой команды выиграть. И тем более важно, что мы начали, скажем, не лучшую игру. Тосно имел хорошее, почти подавляющее преимущество. Мы выстояли. Ребята вернули себе игру и забили. Правда, гол там явился таким поворотным моментом. Но забили и могли еще забивать. Короче, мы проявили в очередной раз характер. То, что у нас было до перерыва. Когда мы добивались успеха именно в конце матча или там. Так и здесь. Мы заставили играть команду соперника не так, как им хочется. Второй тайм был лучше, чем первый. И я благодарю ребят за то, что они смогли переломить ход встречи по ходу матча, когда все это непросто. Впереди нас ожидает матч с Тюменью. Командой, которая занимает 12 место на данный момент в первенстве футбольной национальной лиги. Вылет тюменцам вряд ли грозит. От опасной зоны их отделяют комфортные 7 очков. Эту команду, наверное, можно отнести к разряду середняков. И все же некоторые опасения за результат у нашего тренерского штаба есть. Ведь мы знаем, как порой неудачно играет Томи против команд, уступающих ей в классе. Я очень хорошо помню, как они нас гоняли у себя дома. Такие матчи не забываются. Это был один из худших матчей у нас в первом круге. То, что вы сказали, команда, когда не решает каких-то особых задач, это как раз опасный соперник. Потому что они играют раскованно, они играют, условно говоря, в свое удовольствие. Они не боятся ошибиться. В отличие от нас, когда мы иногда выходим на дрожащих ногах. И вот такой матч выиграть, это тоже требует серьезного напряжения. И мы к этому готовимся, что нам непросто было в Тюмени. Хотим здесь сыграть хорошую игру. Мария Кузьмич, как обстоит ситуация с травмированными? До недавних пор это была одна из серьезных проблем. Вот. И здесь я могу с удовлетворением сказать, что и здесь у нас ситуация поправляется. На сегодняшний день вне команды тренируется Миланов, который по индивидуальной программе не тренируется с нами, Шарипов. Все остальные теперь с нами. Да, в разной степени готовности. И не обязательно, что к следующему матчу, условно говоря, будет Джоев играть. Но, тем не менее, в общей группе, когда тренируются, мы, и игроки, это значит, что конкуренция у нас есть. У нас есть любой момент игроки, которые могут достойно сыграть. Стоит отметить также, что к матчу с Тюменью наша команда готовится в комфортных условиях в новом футбольном манеже. И футбольный клуб Томь выражает за это благодарность руководству городского управления по спорту и Дюж-17.